Роскосмос объявил тендер на научно-исследовательские работы для лунной программы. Среди прочего, она предусматривает полеты высадку человека на Луну. Подрядчик должен будет разработать проекты заданий на опытно-конструкторские работы по созданию космических средств для пилотируемых полетов на Луну и окололунное пространство. Стоимость этих работ в Роскосмосе оценили в 1 миллиард 700 миллионов рублей. В России одобрили концепцию новой орбитальной станции. Как пишет Интерфакс, Совет Роскосмоса и Совет по космосу Российской Академии Наук рекомендовали представить концепцию в правительство. Ранее сообщалось, что Россия может уйти с МКС уже через 4 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по проекту. Первый модуль национальной космической станции планируется запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2025. Россия в ближайшие 6 лет создаст национальную космическую станцию, отказавшись от МКС, пока же срок ее эксплуатации продлен. В Роскосмосе одобрили создание новой национальной орбитальной космической станции. При этом подчеркивается, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски в связи со старением значительной части оборудования. Предполагается, что новая станция начнет работать в 2028 году. Тогда же запланировано завершение эксплуатации российского сегмента МКС, комментирует независимый эксперт в сфере космонавтики Игорь Лисов. В условиях, когда пилотируемая космонавтика не очень понятна, для чего нужна, когда ее необходимость надо доказывать, международная программа с большей вероятностью позволяет сохранить финансирование и сохранить технологии в этой области. Если мы от нее отказываемся и уходим на собственную платформу, то с большой долей вероятности это может отложиться на очень далекое будущее. Хотя, разумеется, на МКС есть много проблем, которые мы, в общем, все знаем. Это и неудачный обзор территории России, это и ее возраст уже немаленький, это и ограничения, связанные с тем, что там много партнеров и длительный цикл согласования. Это тоже понятно. Как бы не факт, что они перевешивают. Но, объективно говоря, если вы посмотрите на историю космонавтики, с 1971 года работают орбитальные станции. 50 лет люди крутятся вокруг шарик. Понятно, что если нам хочется лететь куда-то дальше, то надо сохранить эти технологии и людей, которые умеют это делать. Если мы никуда лететь не хотим, то это не имеет смысла. Автомат сделать все то же самое, только лучше. Это много стран. Почему? Потому что больше денег? Да нет, просто потому что труднее выйти из проекта. Когда он твой собственный, можно делать что угодно. Когда надо согласовывать с партнерами, трижды подумаешь, прежде чем делать резкие шаги. Немножечко не созрели мы еще для решения многих проблем. Если вспомнить, как бедная наука шла к станции, а мы сможем еще один такой модуль сейчас сделать? Хотя бы такой. Совершенно неочевидно. У нас людей не хватает. Потому что перерыв слишком большой. Те, кто пришли молодыми специалистами в 1985 году, уходят на пенсию. Независимый эксперт в сфере космонавтики Игорь Лисов. Срок эксплуатации МКС первоначально должен был завершиться в 2024 году. В июне 2021 глава НАСА Билл Нельсон предложил руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года. Тогда Рогозин идею поддерживал. Продолжение следует...